Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал Амулика Соте, а также о комном шортинге. Одна моя зрительница оставила очень приятный для меня комментарий. Она написала, что недавно была в Германии, и в том числе, посматривая мои видео, вдохновилась по-другому одеться в эту поездку. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, как я бы посоветовала, как я бы сама сейчас одевалась, прежде всего, когда бы я путешествовала по Европе, и речь пойдет о каком-то экскурсионном отдыхе, о каком-то, возможно, бизнес-отдыхе, точнее, какой-то бизнес-поездке, совмещенной с какими-то экскурсиями. То есть это не пляжный отдых. По поводу пляжного отдыха я выпущу отдельное видео, где скажу, какой, на мой взгляд, багаж нужно брать, потому что, как и в этом видео, так и в последующем, речь пойдет, скажем так, о том, как я просто кардинально поменяла свое представление о том, как же стоит одеваться, когда мы приезжаем в Европу. Но речь, прежде всего, конечно же, пойдет об Италии. Первый раз в Италии я побывала со своим мужем как раз-таки на свадебное путешествие. Мы приехали на ноябрьские праздники. Фотографии, которые я вам покажу, они исторические, они как раз-таки прямо из этой поездки. И что я могу вам сказать? Я оделась как... Да даже не знаю, почему я так оделась. Я оделась, как, наверное, многие одеваются в эту поездку, что похуже, что не жалко. И когда, я очень хорошо помню, мы с мужем собирались в эту поездку, упаковали чемоданом, мы как раз-таки обсуждали с ним и выбирали одежду для меня, для него, исходя вот из этого принципа. Вот это старенькое, вот это мы и возьмем. Почему мы так заформировали свой багаж? Просто потому, что мы думали, мы будем очень много сидеть где-то на бордюрах, на ступеньках. И действительно, мы очень много сидели на бордюрах и на ступеньках. Но тогда, опять же, в Италии я увидела, поняла, насколько страна может быть чистой. Безусловно, имеет место быть другой климат, безусловно, имеет место быть другая история этой страны. Но тем не менее, обратите внимание на то, что когда вы поедете в Европу, даже на самый-самый экскурсионный отдых, самый интенсивный, который подразумевает посещение многих музеев, который подразумевает посещение многих улиц, много ходьбы, имейте в виду, что города в Европе очень чистые и нет никакой необходимости брать одежду, что похуже, либо ту, что не жалко, что называется испачкать. Потому что ваша одежда, скорее всего, не будет испачкана. На самом деле, когда мы выезжаем путешествовать, я говорила об этом, когда снимала стритстайл в Венеции, я обращала внимание на то, что, безусловно, в Венецию люди, и я снимала в основном людей, которые приезжают на отдых вот такой пеший, на экскурсионный, то есть особых правил, особой строгости к их компоновкам, к маутфитам, безусловно, быть не может. Потому что, ну, прежде всего, такой отдых подразумевает огромное количество часов ходьбы, ходьбы и ходьбы. Но, тем не менее, есть такой способ одеться, сейчас я о нем вам расскажу, именно так оделась моя зрительница. Большое спасибо за такой комментарий, потому что он позволит вам действительно чувствовать себя красивой в красивом месте. Это удивительное ощущение. Когда я даже с детьми стала одеваться таким образом, более красиво, более элегантно, как говорят здесь в Италии, выезжать даже в платьях, на какие-то пешие прогулки, и, безусловно, позаботившись о более удобной обуви, я поняла, что и сама экскурсия, и сама прогулка, она звучит, что называется, по-другому. Итак, я предлагаю вам одеть вместо традиционной, возможно, куртки косухи, в которой я сижу, которая очень удобна, которая, на самом деле, универсальна, возможно, вместо джинсовой куртки, которая недавно упоминалась в комментариях, и видео обязательно очень скоро выйдет, взять с собой либо тренч, либо плащ. И речь, безусловно, мы понимаем идет о каких-то месяцах, когда уже тепло, но еще не жарко. Если же речь идет о зиме, я вам искренне рекомендую взять на европейскую зиму, опять же, речь идет о таких странах, как Италия, возможно, Испания, возможно, даже Германия, взять с собой теплое пальто, но, тем не менее, пальто. Не брать тубленку, не брать шубу, потому что вы будете себя чувствовать на самом деле очень-очень легко и красиво, тем более, опять же, интенсивная ходьба, зачастую быстрая ходьба, она подразумевает также то, что не холодно, не холодно во время каких-то экскурсионных, пеших прогулок. Что надевать вниз? Безусловно, свитер, это будет очень-очень удобно, но если вы возьмете с собой также рубашку, вы на самом деле будете королевой улиц, королевой стритстайлом. Опять же, любой свитер, любого цвета подойдет, компонуйте его пальто, пальто может быть светлое. Я увидела очень-очень много туристов, я совершенно точно знаю, что это туристы, потому как они смотрели вокруг себя, потому как они искали дорогу, пока даже я их снимала, было видно по ним, что они не ориентируются в месте, где находятся. Посмотрите, как много туристов, женщин, одетых в красивые, легкие, светлые, самое главное, светлое пальто. Поэтому, если у вас есть светлое пальто, возможно, это тот случай, когда нужно его, что называется, выгулять. Вниз белая рубашка, вы знаете, очень-очень классно, она никак не стесняет движений, плюс какой-нибудь джемпер, либо какой-нибудь свитшот, это вообще будет очень хороший casual mix. А вниз надевайте все, что вам хочется, безусловно, если очень прохладно. Кстати, если очень прохладно, я бы очень рекомендовала с каким-нибудь удлиненым пальто, либо тренчем, либо плащом, попробовать закомпоновать узкие, точнее не узкие, брюки, которые спортивные, внизу имеют резинку. Я много раз о ней говорила, много раз акцитировала. Это удивительно, насколько эти брюки классно, стильно смотрятся с пальто, достаточно женственного силуэта. Это, прежде всего, пальто, которое запахивается, либо двубортное пальто прямого кроя. Очень красиво смотрится, прямо-таки неожиданно. Неожиданный плюс для поездки, экскурсионной. Это будет очень удобно. Если вы еще и выезжаете зимой, когда достаточно прохладно, например, на ноябрьские праздники, я помню, мы были в Риме, и было, что называется, как и очень тепло, так и достаточно прохладно. Поэтому вот такие брюки с начесом, такие брюки из очень плотной ткани, она называется здесь в Италии Фельпо, не знаю, как называется в России, но когда на штанишках, на каких-то наших свитшотах имеется, что называется, начес, это тоже может быть очень хорошим решением для того, чтобы выглядеть кейжуал, но при этом выглядеть очень красиво, очень и очень уместно. Безусловно, подойдут джинсы, но тут, я думаю, что вниз никто в моих рекомендациях не нуждается. Какие-нибудь джинсы бойфренд, либо джинсы скини, если вам удобно в них ходить много-много часов, все, что угодно вниз подойдет. Но для самых модниц, смелых, либо просто для тех, кто действительно относится к своему отдыху, как вот к некой оказии, поменять все, поменять питание, попробовать другую еду, поменять, возможно, даже режим дня, потому что, когда мы приезжаем в другую страну, мы вынуждены соблюдать режим той страны. Если мы приезжаем в Испанию, там есть несколько часов, когда жизнь замирает, точно так же в Италии. Соответственно, если вы относитесь к этому вот настолько комплексно, попробуйте, попробуйте даже в такую поездку взять с собой широкую юбку, либо это может быть платье с широкой юбкой. Поверьте мне, на любом бордюре вы будете себя комфортно чувствовать, на любом, да даже не знаю, где только вы не присядете, любой парапет, любая скамейка, деревянная, либо каменная, если достаточно тепло, вы везде будете смотреться хорошо, и вам будет, вам будет везде удобно. Я, кстати, на видео очень часто, очень часто вижу себя, не всегда эти видео, эти кусочки монтирую в свои видео. Я очень часто завязываю, например, детям шнурки. Так вот, в Италии настолько чисто, по крайней мере, в Италии, хотя, хотя, безусловно, имеет место быть пыль, возможно, опять же, все связано с тем, что итальянские дворники хорошо работают, итальянские машины, которые, точнее, в Италии машины есть специальные, которые ездят в 6 утра, доставляют зачастую неудобства жителям, потому что эти машины слышно, они на самом деле собирают пыль, собирают дороги, которые бывают проливные, ливневые дожди, и такая интересная конструкция многих тротуаров, обратите внимание, вогнутая конструкция, несколько дугообразная, которая позволяет, на самом деле, стекать в воде, в ливневке, а также, наверное, выносить всю свою грязь. Я не знаю почему, но в Италии действительно достаточно чисто, даже светлое пальто, когда я завязываю шнурки в каких-то шелковых платьях, я даже не заботюсь о том, чтобы это платье придержать, потому что, ну, ни разу, даже деликатная ткань не пачкалась, не травмировалась никаким образом, когда я вот просто приседала вся, что называется, при параде, и детям завязывала шнурки. Вы почувствуете себя, на самом деле, на самом деле, по-другому. Обязательно выпущу видео стиль принцессы, как я его вижу, зачем его нужно носить, в любом возрасте, прежде всего, потому что он позволяет, ну, почувствовать себя, на самом деле, ну, принцессой, королевой, кому как хочется. Очень приятный стиль, и вот такая оказия, когда вы выезжаете в Европу, где, опять же, люди одеваются по-другому, где есть культура прогулки, где есть культура просто нарядиться на прогулку, возможно, вам понравится, вам понравится такое ощущение. Отдельно скажу о теплом сезоне, о жарком сезоне, когда вы, опять же, едете не на пляжный отдых, а едете на какой-то экскурсионный отдых. Вот нет ничего лучше, чем платье подобного типа. Это платье, которое имеет закрытую спину, закрытую грудь, это очень важно, это очень важно, поскольку очень жарко, например, в Италии, и, соответственно, пот, который, извините, будет стекать, в общем-то, по любой части вашего тела, он будет очень хорошо впитываться, прежде всего, впереди, а также сзади. Очень многие удивляются, что я летом в жару ношу вот такие футболкообразные вещи, это какие-то туники, это какие-то платья, которые никогда не имеют, в моем случае, открытых плеч. Это связано с тем, что я очень люблю носить волосы распущенными, и если ты хоть чуть-чуть потеешь, у тебя, в общем-то, волосы тоже становятся мокрыми, они и так становятся мокрыми, потому что очень-очень жарко, но, повторюсь, вот такое удобство иметь закрытые плечи и пот впитывается, поверьте мне, это очень-очень удобно. Также на экскурсионном отдыхе имейте в виду, что Италия – это католическая страна, если вы будете посещать какие-то церкви, зачастую даже какие-то музеи, необходимо будет соблюдать определенный дресс-код. Для женщин это, конечно же, закрытые плечи, к закрытым рукам сейчас меньше требований, то есть достаточно, чтобы был хотя бы минимальный рукав, вот такой вот длины, и обязательно длина ниже колена. Обязательно длина ниже колена. Имейте также в виду, что в церковь итальянскую не принято заходить с покрытой головой. Исключения могут составлять шляпы, но если вы в кепке, если вы в бейсболке, если вы в какой-то шапке, который явно является не частью вашего дресс-кода элегантного, а именно является неким аксессуаром, который позволяет вам не замерзнуть, либо позволяет не щуриться на солнце, имейте в виду, что женщина должна снять этот аксессуар. Однажды в Италию мне сделали замечание, потому что я зашла в церковь и была уверена, что так же, как по православной традиции, женщина в итальянскую церковь должна обязательно сохраниться с покрытой головой. Нет, наоборот, это считается неуважением, это считается плохим тоном. Поэтому вот такое платье вам в помощь. Вы не представляете, как это здорово, когда ветер раздувает юбку. Ни в одних шортах вы не почувствуете этой легкости, потому что шорты все-таки достаточно облегающие. Модель одежды плюс. Опять же, шорты будут стеснять вас в каких-то публичных местах. В Италии очень принято, несмотря на жару, выдерживать определенный дресс-код. И вы обратите внимание на то, как одеты жители, жители городов, тех, которые вы посещаете. Несмотря на жару, как правило, это будет на самом деле цивильная одежда, никак не отсылающая нас с мыслями к какому-то пляжному оду, к какому-то пляжному дресс-коду. Поэтому вот в таком платье вы будете чувствовать себя везде уместно, в любом ресторане, в любом кафе, в любом музее, в любой церкви. Это универсальная вещь. Это платье прекрасно, повторюсь, продувается. Везде вы сможете присесть, поскольку юбка широкая, вы сможете прикрыть колени, так как вам удобно расположиться, съесть бутерброд, выпить водички, поесть мороженого итальянского знаменитого. Поэтому вот на летний период я вам искренне рекомендую даже не сарафан, а вот такое закрытое платье. Поэтому вот так бы я собралась сейчас, вот так бы сейчас я оделась, если бы я поехала в путешествие. Путешествие по Италии прежде всего, ну и путешествие по Европе. Не знаю, когда оно мне предстоит. Надеюсь, когда-нибудь обязательно. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хороших путешествий, интересных каникул, как можно больше, чтобы было возможности делать то, что прежде всего нравится. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.